Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пензин присоединяется к нашему эфиру. Олег Владимирович, рад приветствовать. Я вас также. Вечер добрый. Вечер добрый. Олег Владимирович, де-факто, для среднестатистического российского гражданина, что означает та ситуация, которая сложилась, в частности, с повышением ставок Центробанка? Ну, смотрите, в действительности повышение ставок Центробанка никоим образом на сегодняшний момент инфляцию остановить не может. То есть мы имеем достаточно интересный процесс, когда заливание экономики государственными деньгами приводит к резкому вздорожанию ресурсов, как следствие резкому вздорожанию товаров народного потребления, товаров первой необходимости. При этом Центробанк старается побороть это явление, удорожая деньги. Но если бы природа инфляции лежала не в государственном инвестировании, в отрасля военного сектора, наверное, высокая учетная ставка смогла бы в той или иной степени предотвратить дальнейшее накручивание инфляции. Но борьба Центробанка с Минфином, как правило, обречена на проигрыш, потому что у Минфина намного больше на сегодняшний момент есть возможностей раскручивать инфляционный механизм. Поэтому, когда мы с вами говорим об инфляции, мы должны понимать, что это всеобщее обесценивание тех активов, которые у вас есть. Ну, например, за вашу достаточно тяжелую жизнь вы заработали некий объем средств. Они у вас лежат на депозитах, они у вас лежат там в каких-то более-менее ликвидной форме. Но инфляция съедает это очень здорово. То есть, если, например, в начале года за ваши средства, которые у вас есть, вы могли приобрести определенное количество товаров народного потребления, то сейчас ситуация ухудшилась. Вы можете приобрести уже меньшее количество. То есть, грубо, каждый отдельно взятый рубль стал стоить дешевле. В этом вся сущность инфляции. Когда мы говорим с вами о учетной ставке 21%, то нужно понимать, что фактическая инфляция в Российской Федерации точно не тех 8,5, которые рисует Росстат. Скорее всего, эта инфляция максимально близкая к учетной ставке. То есть, на 20% все товары стали дороже. На 20% все россияне стали автоматически беднее. Вот приблизительно таким образом работает инфляционный механизм. Олег Владимирович, означает ли это, что не только на товары и всеобщего употребления, но и, скажем, война для России стала гораздо дороже, чем была? Ну, война изначально была достаточно дорогое удовольствие, в кавычках. Да, то есть, нужно понимать, что, кстати, если мы внимательно посмотрим, то удорожание ресурсов, в первую очередь трудовых ресурсов, уже отразилось на стоимости, например, заключения контракта с россиянином, который готов пойти умереть на войне. Ну, если, например, в 2022 году стоимость разовой выплаты при заключении контракта с вооруженными силами Российской Федерации составляла исключительно выплату из российского бюджета в размере 420 тысяч российских рублей, то сейчас к этим 420 тысячам прибавилась та сумма, которая дополнительно выплачивается из бюджета субъектов Федерации. На сегодняшний момент средняя стоимость одноразовой выплаты составляет от 20 до 30 тысяч долларов, то есть от 2 до 3 миллионов. Как вы думаете, в связи с чем так резко скачила стоимость разовой выплаты при подписании контракта? По одной простой причине – нет желающих подписывать контракт. Почему мы с вами говорим о том, что Российская Федерация прибегает к использованию в войне наемников или вооруженных сил других стран, в частности, Северной Кореи? Потому что не хватает собственных ресурсов. Более того, на сегодняшний момент уровень безработицы в Российской Федерации опустился ниже 2%. То есть это, по сути, ниже того уровня, который уже может обеспечивать трудовыми ресурсами потребности военно-промышленного комплекса. Так что вот вам, пожалуйста, яркий пример. Сдорожание ресурсов уже, ну вот, по сути, даже не в рублях, а в американских долларах, в переводе на рубли, естественно. И это явление, оно массовое. И если такая цена сегодня, подписание контракта с вооруженными силами России, можете себе представить, сколько сегодня, например, стоит труд, ну, человека, который работает на ферме, например, да, полторы тысячи долларов сегодня получает доярка на ферме. Как вы думаете, это много или мало? А ведь цена же, да, ведь цена же этой заработной платы ложится, естественно, в цену того же молока, который производится. А как следствие, да, все это растет в цене на полках. Окей. И все это в контексте того, что, например, тут просто Путин разговаривался, он выступал на съезде Федерации независимых профсоюзов и заявил о том, что в России наблюдается острая нехватка специалистов рабочих профессий. То есть это же тоже означает, что каждая рабочая единица дорожает? Ну, естественно. Вот, собственно, я сказал, ну вот представьте себе, да, при том, что средняя заработная плата той же самой доярки в 21 году составляла где-то 300-350 долларов, сейчас полторы тысячи. Ну, вот мы же понимаем, как все это взлетело в цене. При этом нужно понимать, что вот так называемая частичная мобилизация, которая тогда проводилась силовыми методами на 300 тысяч человек привела к тому, что 2,5 миллиона мужчин, ну вот, собственно, работоспособного возраста покинули Российскую Федерацию. И эта ситуация, она же как бы продолжается, люди продолжают бежать потихонечку. Поэтому это еще ужесточает ситуацию с трудовыми ресурсами, которая сегодня есть в российской экономике. А как так происходит? Экономика не, как бы правильно так сказать, ну, в общем, не наблюдается никаких положительных изменений в экономике, несмотря на то, что потенциально кешфлоу или свободные капиталы, которые должны находиться в руках у людей, которые они потенциально могут тратить, увеличиваются? Ну, во-первых, ну, в действительности свободных капиталов-то у людей нет. Когда мы с вами говорим о бизнесе, он, как правило, я говорю не о бизнесе военно-промышленного комплекса, а я говорю о бизнесе товаровнородного потребления, гражданском бизнесе. Он же сидел в кредитах. Мы же с вами только что посмотрели сюжет, по которому сегодня реальный кредит в среднем можно привлечь по 31% годовых. Вот скажите мне, пожалуйста, какой вид деятельности способен обеспечить доходность, которая будет покрывать затраты, связанные с привлечением кредитных ресурсов банка и плюс оставлять еще какие-то деньги на развитие бизнеса. 50% годовых? Это ж какой бизнес, извините? Ну, обыкновенный ритейл и то дает меньше. Поэтому вот эта ситуация, о которой мы с вами говорим, она, да, и, кстати, это же на фоне, ну, по сути, массового захода импортных товаров из Китая, где средняя ставка кредита составляет 2%, а субсидированный кредит по целому ряду отраслей вообще 0,5%. Ну, как вы думаете, российский бизнес при таком конкуренте сможет выдержать нормальную работу? Ну, наверное, в зависимости от того, о каком бизнесе мы говорим. Если МСБ, да, малый и средний бизнес, то нет. Если большой бизнес, то, может быть, да? Ответьте вы, пожалуйста. Да вы знаете, большой бизнес тоже вряд ли. Опять же, смотрите, большой бизнес, он очень сильно политически заангажирован. Большой бизнес, он очень здорово зависит от властных структур. Там есть очень серьезные неформальные платежи. При этом, опять же, большой бизнес очень здорово зависит от экспорта. То есть вы же должны понимать, да, что тот же Норильский Никель, да, или те же самые трудные предприятия, или те же нафтовые, нефтяные компании, они же напрямую зависят от импорта, от экспорта своей продукции. И когда мы с вами говорим об экспорте, мы сразу упираемся в санкционные ограничения. Мы сразу упираемся в price cap, сразу упираемся в запреты о продаже тех или иных видов товаров на те или иные рынки. А когда мы с вами говорим о тех рынках, которые открыты еще для российского товара, ну так там свои правила игры. Ну вот мы же знаем эту историю, да, почему на сегодняшний момент Рао Газпром отказался, по сути дела отказался от строительства силы Сибири-2. Потому что, во-первых, большой вечный друг Российской Федерации и Китай предложил строить за счет деньги Рао Газпрома, это раз. А во-вторых сказал, что если вы хотите поставлять нам газ, вы будете нам его продавать по внутрироссийским ценам, которые, ну реально, раза в три, в четыре дешевле, чем те, которые на сегодняшний момент существуют на этом рынке. Ну вот как вы думаете, в таких условиях есть возможность нормально развиваться любой компанией? Ну вот яркий пример, Рао Газпром сегодня самый большой банкрот Российской Федерации. При том, что еще совсем недавно он считался национальным достоянием заработной платы уборщицы, которая была выше, чем у многих топов крупных российских банков. Вот вам, пожалуйста, что происходит с хорошим, серьезным, большим бизнесом, который попадает в ситуацию санкционных ограничений и войны. За что боролись. Спасибо большое, Олег Владимирович. Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, присоединялся к нашему эфиру. Благодарю.